Мы регистрируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в три раза, но, однако, уровень заболеваемости значительно ниже эпидемического порога. То есть ни о каком эпидемическом превышении уровня заболеваемости мы на сегодняшний день не говорим. Данные отчетов составляются на основании Управления здравоохранения двух территорий. В декабре месяце мы еженедельно регистрировали 20-30 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день мы регистрируем за неделю в абсолютных цифрах до 100 случаев заболевания на территории. Конкретно вот Анапа, 93 случая заболевания, из них 73 ОРВИ и 20 гриппа на весь муниципалитет города-курорта Анапа. И Темрюкский район, 19 случаев ОРВИ и грипп на всю территорию. То есть рост начался, и этот рост составляет приблизительно в три раза, но эпидемического подъема мы не наблюдаем. Ситуация стабильна, ситуация пока что благополучная. Благополучие достигается в первую очередь тем, что 40% населения мы привили в октябре-сентябре от гриппа. Защитили детские организованные коллективы в первую очередь, детские сады и школы. И на сегодняшний день у нас заболеваемость в детских садах по Темрюку составила всего лишь один случай. 3-6 лет 7 случаев и 7-14 лет это 3 случая по школам. И по Анапе по группе 3-6 детских садов 9 случаев и 7-14 лет только 3 случая. Всего за весь период, то есть декабрь, даже начиная с ноября по конец января, зарегистрировано 25 случаев гриппа. Среди детского населения школьников грипп на сегодняшний день зарегистрирован всего один случай. Это ребенок по Темрюкскому району, один школьник. И этот ребенок находится в Краснодаре с 25 ноября находился на операционном лечении в больницах Краснодара. А заболел 10 января и был поставлен лабораторный грипп. Даже в школе этот ребенок не находился. То есть на сегодняшний день мы ввели противоэпидемические мероприятия в связи с сезонным подъемом заболеваемости во всех школах. И на сегодняшний день школы проводят такие мероприятия, как фильтр утренний. Врачи и медсестры, фельдшера смотрят, чтобы больной ребенок не попал в организованный коллектив с различными инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Мы ввели активное проветривание усиленное. То есть после каждого урока детей выводят из классов и проветривают. Потому что во внешней среде после проветривания вирус живет менее двух часов в окружающей среде при температуре окружающей среды, так скажем. И мы ввели помимо этого еще во всех школах на сегодняшний день уборку с применением дезинфицирующих средств не только туалетов, так скажем, а всех мест общего пользования. Эти мероприятия буквально мной, как главным санитарным врачом, введены три дня назад. Для всех директоров проведено совещание и они активно начали его выполнять. На сегодняшний день мониторинг, который мы ведем по школам, докладывают директора школ, в каждой школе отсутствует менее 5% детей. Это по различным причинам, по заболеваемости, по каким-то семейным. Но мы сейчас ввели общий мониторинг количества списочных составов детей и количества детей присутствующих. То есть какого-либо роста заболеваемости среди детей школьников мы не отмечаем.